представьте самураевская техника узнать как они бьют мечами показать тут на кушке как будто бы ну этот меч поставили луч идет вверх и он должен у нас начертить вот эту логарифмическую спираль понятие то есть она как она где-то из центра выходит и расширяется выходим и расширяемся вот туда идем не по кругу мы сворачиваем всю ось вот берем за череп упираемся плечо рукой растягиваем туда и может помочь происходит максимально растяжение мышц боковых связок шейных вот и уже в этом процессе можно по вторую руку нажимая на ассист отростки он делал надо сюда я чувствую что он в сторону право-лево не в этом смысла просто смысл умозрительно понимать какую сторону вы делаете да я вот так вот их прожимаю не видно сюда чуть-чуть вот так перпендикулярно вот при достаточной размятой шеи до михих мышц уже вы услышите щелчки далее следующий прием это тракция обязательно когда мы работаем с головой особенно шеи до сейчас метод тракции соответственно какие они могут быть просто можно взять за челюсть мягко и положить его череп основание на свою перепонку мягко такое место достаточно получается и потянули вверх у расслабного человека у девушек особенно иногда там видно что на два сантиметра реально по серьезным человеком мощнее чуть-чуть голову назад и под ушами на тростке да вот там захватывать во-первых можно опять же плечи захватить а сами за счет рук вытягиваете вверх а здесь мы также дарим за ушами на бросками получается тот же самый упор рычаг вверх вот подготовили человека так чуть-чуть по 40 градусов хорошим голову до чуть назад еще тракцию вот таким углом и вот стома чуть-чуть голову запрокидаем как-то за 3 немножко также боковую тракцию тогда просто кладем голову как будто бы на плечо да делаем распорку из своей и своего плеча упираясь плечо и как можно ниже затылок и просто тянем уже может хруст но пока это еще все еще вот снятие функциональных блоков зажимов просто за счет некого поворота костей и нижней части позвоночника в нижней части шеи вот он человек здоровый все со стороны некоторые пугается скажется страшно по факту что мы сделали я пропустила даже до сюда помоему а здесь вот до второго позвонка вот почему потому что давление мое было руки не перпендикулярно или параллельно плоткости плеча а по 45 градусов дочь чуть-чуть чуть-чуть вот соединение где как вы найти знаете да ну во первых это два самых выпирающих позвонка но у некоторых там три и четыре можно запутаться но когда мы накладываем наши дороги до голову мы чувствуем тут позвонок который шевелится это наши шеи который не шевелится и мой вектор был направлен примерно на три позвонка ниже его вот туда вот прям куда большой палец указывает вот туда был направлен для этого мою руку ставим в корпус ну так а именно полностью формируя стрелу или прибор с ветром от локтя до этого места соединения жестко и куда запрещено гнется понимаете мне давайте потренируемся значит голова размята полностью проверили что она все-таки гнется рука подстраховывая до рука входит в доверительное отношение к нашим клиенту говоря ему мы с тобой и я одной крови когда он почувствовал доверие мы резко давливаем вот прямо туда а это рукой но тоже смотрится по человеку если человек достаточно ну легкий такой да подвижный то можно прямо в этой плоскости сагитальный если жесткий то надо через подбросить его как бы вверх и с поворотом туда только что рассказывал вот это вот вращение и опять же если вы делаете это профилактически да то достаточно просто так сделать если у вас какая-то цель что-то тут праведа вы прям конкретно смотрится на этот позвонок стараетесь в него опереться формируя из не всех пальцев торгнулся до формируя либо из какой-то своей косточки из какой получится упор именно в этот позвонок у кого-то вот этот запястья делать на переходе запястья вот прям именно в этот позвонок тогда вы уже делать поворот но есть нюанс некоторые люди особенно но вот это бы крепко накачанное а некоторые такие подвижные шланг такой им нужно некое закрепощение если может вы видели и вот мы используем попроще вещи колено плечо соответственно у нас уже получилось вот тут жесткий пор да он сам не ползет сюда да вот таким образом мы можем действовать на позвонки выше выше то есть уперев ладонь ладони получается распорка да плечо мы выбираем тот позвонок видно да какой нам нужно выше еще повыше там мы большей части растягивали скручиванием здесь у нас конкретно позвонок позвонок я не знаю нельзя вообще сравнить то же самое не то же самое просто в вашем арсенале это должно быть потому что да если что-то одно не получилось у нас получилось распорка и мы можем уже выбрать конкретно позвонок давление вот следующие приемы работы мануальной правки шейного отдела вы увидите в следующем видеоролике также с вами не прощаюсь